МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Организаторы предстоящего турнира в дисциплине Counter-Strike Global Offensive DreamHack Stockholm Invitational спешат пролить свет на новые подробности своего чемпионата. Напомним, турнир пройдет в столице Швеции, продлится всего один день и соберет 4 сильнейших коллектива. 10 тысяч долларов призового фонда разыграют между собой Нинди в пижамах, Титаны, Дигнитас и Фнатик. Турнирный посев коллективов или так называемая жеребьевка пока неизвестно, но уже есть информация, что победитель этого интересного ивента увезет с собой 7,5 тысяч долларов. Серебряный призер получит лишь 2,5 тысячи, в свою очередь третье и четвертое место турнира останется ни с чем. Также анонсирован и список комментаторов, которые будут освещать сеть чемпионат на английском и шведском языках. По большому счету, почти все они ранее работали на DreamHack Winter 2013 года, поэтому никаких нареканий у зрителей быть не должно. Ждем старта этого грандиозного события. Киберспортивный проект StarLadder на протяжении нескольких дней все больше приковывает к себе большое внимание зрителей и игроков в дисциплине Dota 2. Буквально вчера мы сообщали, что проект нацелился на заокеанские команды, чтобы внести еще большую интригу в свои чемпионаты. Сегодня же стало известно, что StarLadder имеет приставку Китай. В SLTV Star Series China примут участие в 8 сильнейших команд Поднебесной, 6 из них уже известны и еще 2 команды попадут через квалификацию. На ламфиналы попадут 2 сильнейших коллектива. ДК и Спортс, Инвиктус Гейминг, LGD, Вичи Гейминг, Нью Тим и Тонг Фу. Эти имена известны всем поклонникам второй доты, в первую очередь по турниру The International. Теперь, дорогие друзья, мы сможем увидеть их в деле, но уже в рамках StarLadder. Весь мир захвачен, осталось дело за малым, обеспечить огромный призовой фон, чтобы интерес к турниру возрос на небывалые высоты. Хотя предыдущий сезон показал, что зрители готовы сформировать сумму космических размеров. Ждем старта этого события. Всего неделю назад организация N-Faculty приняла решение сосредоточиться на развитии дисциплины League of Legends. В силу финансовых трудностей внутри организации было принято решение расформировать свой состав по Counter-Strike Global Offensive. Новость шокировала фанатов команды, ведь совсем недавно игроки этого коллектива одержали победу на региональных отборочных EMS One Котовице. Французская организация 3D Max в свою очередь лишилась своего состава по CSGO еще в конце ноября, заявив, что собирается повременить дисциплины, пока не станет наверняка известно, рентабельно ли это. Хочется отметить, что французы испытывали проблемы с CSGO составом с момента его реализа в августе 2012 года. За это время они успели сменить уже пять укомплектованных составов. Но теперь проблемы решены и команда уже вступила в бой в своем первом онлайн-турнире. Как обстояли дела у этих игроков, далее в выпуске. Очередной игровой день в рамках онлайн-лиги Fnatic Fragout League принес немало сюрпризов, хотя для некоторых зрителей результаты матчей стали вполне закономерными, и их исход никого не шокировал. Началось все с интересного французского дерби двух принципиальных соперников – клан Мистик и LDL C.com. Обе команды совсем недавно сделали важные замены, которые, по их мнению, в корне должны были изменить уровень игры и, соответственно, результаты команд. Однако не для всех игроков замена пошла на пользу. Клан Мистик как ни старались, но так и не смогли обойти своих оппонентов. Если на второй карте Мистики оказали неплохое сопротивление, то на первой вообще борьбы как таковой не было. Итоговый счет – 6-16 и 14-16 в пользу LDL C.com. Клан Мистик отправляется в лузера и готовится к следующим матчам. А вот для команды 3D Max первый блин оказался комом. Игра против шведов OGB Sports показала неподготовленность и слабый уровень игры. Опять же, первая карта прошла с полным разгромом, вторая преподнесла борьбу, но итоговый результат все равно стал неутешительным. 0-2 по картам и новички 3D Max продолжат борьбу в нижней сетке. Руководитель компании Take-Two Штраус Зельник рассказал издательству MCV, что компания не планирует выпускать ежегодно новую игру из серии GTA. По его словам, это здорово, что фанаты уже ждут продолжения, однако слишком частый выпуск игр легко может пойти серии во вред, уронив ее престиж. Штраус не уточнил, идет ли речь о полной новой части GTA или о дополнениях к нынешней серии GTA V. Однако он рассказал, что раньше с помощью дополнений они поддерживали интерес фанатов параллельно с разработкой более крупной игры. Однако теперь у Take-Two есть GTA Online мультиплеерный режим, который опробовало более 70% владельцев пятой части с доступом в интернет. Так что именно GTA Online может взять на себя задачу поддержания интереса к серии в ближайшие годы. Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!